Тем временем депутаты предлагают сохранить действия патентов для малого бизнеса и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года. По словам Дании Испаевой, помимо стоимости самого оборудования, затраты на введение учета СККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии посттерминалов и их обслуживания составят до 30% прежней прибыли малого бизнеса. Причем эти деньги пойдут не в доход бюджета, а к частным компаниям, банкам и провайдеру в лице Казахтелекома, говорит депутат. В партию Акжил поступает множество обращений от представителей малого бизнеса, а продолжающие требования налогиков приобретать контрольно-кассовые машины, причем у конкретных поставщиков, что само по себе уже вызывает вопросы. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручения президента Тукаева об освобождении малого микробизнеса от подохода налога, поскольку никакого другого повода для обязательного перехода на контрольные кассовые аппараты, кроме взаимания подохода налога, у чиновников просто нет. Продолжение следует...